Все эти люди хотят попасть напрямую к главе администрации президента. Здесь и проблемные заемщики, и иностранцы, и даже редкие ветераны Великой Отечественной. Записались они все еще месяц назад. Чиновники из администрации передали словно через пейджер, через полицейских. Вас вычеркнули из нужных списков. Я мать-героиня, у меня восемь детей, двое из них инвалиды. Пришла просить материальной помощи для них. Буквально за один день нам ответили, что нам отказали в приеме. Причину не объяснили. Люди интересуются, тут администрация для президента или избранный ими президент для общества. Что должны быть приняты экстренные меры именно к администрации президента, поскольку они подрывают веру народа. Это в первую очередь своего президента Назарбаева. Это в политику, проводимую им. И фактически, как говорится, это провоцирует народ, я так считаю, на всякие ненужные, возможные, как говорится, последствия. По случаю теплого приема ОМОНом отцеплен весь левый берег. В здании администрации, кажется, сегодня не просочится ни одна живая душа. А вот пропускают больших людей. Экономист Урожандосов без проблем проходит через полицейский кордон. А это уже другая группа ходоков в администрацию, во главе с правозащитником Валерием Корпусевичем. Тоже пытаются прорваться в администрацию, но с другой стороны здания. Эти простые смертные сегодня обращаются на имя Нурсултана Абишевича, председателя Совета безопасности, в связи с творящимся правовым беспределом. У нас проблема коррупционного характера, бездействия, злоупотребления по службе руководителей генералов генеральной прокуратуры Доубаева, Кравченко, Исаева, которые подменяют сегодня законы с понятиями. Почему господин Масимов не принимает людей, выяснить, как всегда, не удалось. На сайте ведомства не указаны даже контактные телефоны принимающей стороны. Даже портреты гаранта конституции, которые граждане держали в руках, им сегодня не помогли.